Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Алексей Шарипов и Маргарита Драгилы, организаторы ежегодной акции 9 мая «Бессмертный полк» у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Обязательно поговорим о «Бессмертном полке», но не могу вас не спросить о вашем отношении к очередной инициативе по демонтажу или сносу памятника освободителям. Собрано необходимые 10 тысяч подписей. Правда, полтора года собирали, но таки собрали необходимое количество подписей. Поступила эта такая провокационная инициатива в парламент. Сейчас Семь будет ее рассматривать. Целый ряд политиков, мы даже знаем, какого толку уже кричат «правильно-правильно», «давайте снесем», «давайте взорвем» и так далее. И даже объяснять, почему это надо сделать. С одной стороны, вроде бы уже ничего нас не удивляет, но тем не менее, то, что опять это будет рассматривать в парламенте, ваше отношение ко всему этому и ваше ощущение. Ну, да, бьется ли иран или польза своего? Мне кажется, что вообще, на самом деле, все эти годы, начиная, наверное, с попыткой взрыва господином Шишкиным в 1997 году, идут такие боевые действия в отношении памятника. Потому что инициатива-то не первая. Первая была в 2016 году. И Сэм как-то благополучно с ней простился, и мы думали, ну вот теперь все, наконец-то мы сможем вздохнуть свободно. Но собирается, да, вы правы, в течение полутора лет вот эти 10 тысяч подписей. Что интересно, значит, если мы посмотрим за динамикой сбора подписей, вначале шло достаточно быстро, два месяца – две тысячи подписей, потом это все как-то стабилизировалось, и потом вдруг опять пошел рост. Он, наверное, был связан не столько с выборами, которые проходили на тот момент, а с тем, что Рижская дума объявила о том, что памятнику для его реновации, для его реконструкции, поддержания ее в должном виде, необходимо определенно выделить деньги из бюджета. И тут та часть общества, которая выступает против этого, я не знаю, это, наверное, какой-то меркантильный интерес, вдруг возмутилась и побежала срочно выступать вообще против, за демонтаж этого памятника. И что, опять-таки, в этой инициативе, чем она отличается от инициативы 2016 года? В 2016 году было достаточно либерально написано, что надо вернуть вот этому площади Победы свой первоначальный вид, который предусматривался в годы Первой Республики, Первой Независимости. А сейчас автор инициативы ставит вопрос достаточно жестко. Речь идет именно о демонтаже памятника раз. И б, о том, что надо необходимо внести изменения в договор между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, который защищает этот памятник. Вот в чем опасность. И если на тот момент политики говорили, ну, нет, мы, наверное, не поддержим это, то мы сейчас видим, что те политики, которые как раз заявляли о поддержке, они вошли во власть. Тот же Артист Пабрикс, министр обороны. То есть, это не те националисты, которые мы уже привыкли видеть, да, это такой как бы либеральный фланг нашего правительства. А нет такого ощущения, ну, вот, что может быть вот эти вот политики, у них свой какой-нибудь, свой какой-то вот инструмент для анализа есть, что они пришли к выводу, что может быть сейчас общество или тех, которые приходят к памятнику, не настолько готовы его защищать. Ну, вот, может, они решили, ну, приходят, приходят их, приглашают, а не приходят. Не будет куда приходить, ну, не будет приходить. Я думаю, что, наверное, тут куда-то, куда более глубокие основания у этой инициативы, потому что, если мы посмотрим вообще на ситуацию, которая разворачивается последние, ну, 4-5 лет, то у нас происходит такая целенаправленная работа по выметанию, скажем, всего русского, скажем, красивое слово, выдавливанию, вытеснению всего русского, русскоязычного, того, что каким-то образом связано и является дорогим и ценным для русской части населения нашей страны, как часто говорят наши депутаты с трибун Сейма, да, если ты ши, он те циты, да, и те остальные, ну, вот, то, что является ценным и важным для тех остальных, и это мы видим и с 2016 года инициатива первая по сносу памятника, это законы о лояльности педагогов, это что касается нашего бедного русского образования, законопроекта о запрете ношения формы победителей Второй мировой войны и так далее, и так далее, вот, поэтому мне кажется, что если раньше все вот эти, скажем, трения и недовольства определенной части населения, латышской части населения сводились только к обсуждению в социальных сетях и негодованию СМИ в канун 9 мая, то сейчас они поняли, что, в общем-то, они лают, лают, а караван идет, а давайте-ка мы лучше-то будем штамповать наши законы, нормативные акты и прочие регулирующие вот эти вот, скажем, ну, регулы, которые просто запретят тут делать что-то иное для тех самых вот этих вот те циты. Вот, поэтому здесь, обобщив ситуацию, вполне понятно только то, что нас отсюда гонят, создают все условия для того, чтобы русских здесь не было, но при этом нет, мы все равно есть, как бы вам этого, как бы вы не хотели обратного, и даже если места памятника, к примеру, не будет, то, называется, мы его все равно сделаем и выдумаем, если бы Бога не было бы, его бы выдумали. Да, вот интересно, что касается военной формы, это еще один такой нюансик, ведь, как можно себе представить, вот если отбросить эмоции, только факт. Вот мы понимаем, что самому, не знаю, молодому сейчас участнику войны, наверное, за 90, и, наверное, точно 92-93 года, вот если он там, не знаю, оденет свою вот эту вот гимнастерку военную, да, в которой он там провел молодость, я сейчас не говорю ни о каких там формах НКВД и площадь каких-то репрессивных органов, да, вот он, не знаю, пехотинец, в окопе сидел, я не понимаю, в чем, кому, каким образом это повредит или навредит, не знаю, так сказать, Латвию и ее безопасности, вот, не пойму я. Ну, на самом деле ведется, вот Маргарита правильно говорит, как бы о юридических неких аспектах, да, а ведется целенаправленная пропаганда той стороной. Вообще нас хотят убедить в том, что, почему мы собираемся 9 мая? Оказывается, те тысячи, которые собираются 9 мая, это сборище алкоголиков, которые празднуют победу оккупации и празднуют высылку в Сибирь коренного населения, да, вот такая. Так пытаются представить. Да, 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 таким образом. Поэтому никто же не разбирается, какая форма, да, поэтому мы все для, наверное, празднуют, являемся сторонниками НКВД, репрессивных органов, да, и мы не празднуем победу над нацизмом. А фактически эта победа ничем от нацистов не отличает, потому что формы-то хотят сделать. И эту нельзя, и эту нельзя. Конечно, вроде бы, да, из, опять-таки, благих целей, да, мы запрещаем и нацистскую форму, и нацистскую символику. Но что мы видим? Вот был случай празднования столетия 18 ноября. Использовалась свастика. Было заведено даже уголовное дело, но человека, который, опять-таки, это многократный взрывник, господин Шишкин, да, на который просто уже место негде ставить нацист. Да, тем не менее, размахивав флагом со свастикой, нет, не было обнаружено состава преступления. Пожалуйста. Аналогичные дела, допустим, в отношении того же бессмертного полка, мы, конечно, за этим следим, но будут возбуждаться, если кто-то, не дай бог, придет в форме или использует советскую символику. При этом же тут очень важен такой еще момент, что они, у нас такой неравный бой получается, они принимают законы неподчинения, которым, соответственно, несет за собой определенные штрафы и санкции, а мы со своей стороны общества, мы еще в августе инициировали бессмертный полк, петицию против пункта о демонтаже памятника, которое было в политической программе национального объединения, и тогда, по-моему, мы собрали что-то около тысячи подписей, смешное количество, и смешное количество для тех, по сравнению с 15 тысячами бессмертного полка, участников бессмертного полка, который выходит в наших рядах, и более чем 200 тысяч в ротации у памятника принимает участие, поэтому там 200 тысяч и здесь тысяча подписей, оно, конечно, в сравнении получается смешным. И там мы как раз говорили о том, что подобные пункты в политических программах заведомо разжигают национальную рознь, потому что они касаются определенных, они заходят за красной линией определенной части населения, которые, ну, скажем так, более 40% те, которые русский язык считают родным, и можно предположить, что это те люди, для которых 9 мая является, ну, не просто днем, а определенным праздником с определенной семейной традицией. Сейчас, в общем-то, тоже объявлена инициатива на Manabals по поводу сбора подписей против демонтажа, поэтому, наверное, памятник 9 мая и бессмертный полк это то, что может объединить русских. Поэтому я сейчас тоже пользуюсь возможностью, призываю всех, вне зависимости от политических предпочтений или, наоборот, разногласий, подписывать петицию, потому что это на данный момент единственный шаг, единственный способ показать то, что памятник для нас является, для нас, для русских людей здесь, в Латвии, является определенной ценностью, переступив которую, ну, ребят, ну, суды и дальше, я не знаю, еще что-то, но все-таки настолько нас уже загнали в угол, что формула понять и простить или попробовать оправдать ту сторону, ну, мне кажется, уже совсем исчерпала себя, потому что мы не только уже вторую щеку подставили, как говорила Библия, мы уже все остальное тоже подставили. Да, вот говоря все-таки о памятнике, ну, я так понимаю, что действительно, вот то, что Алексей подметил, что по существу ведь делает атака не на сам памятник, да, а фактически на ту память и на то представление людей о победе над нацизмом, которая есть в Латвии у определенной части населения, да, им хотят сказать, что вот ваша историческая память неправильная, да, вы вообще должны о ней забыть, да, и принять другую концепцию. Потому что другая концепция лежит в основе существования государства Латвии, именно вот перезагрузки Латвийской республики номер два, так скажем. Хотя, в принципе, тут, по большому счету, ведь те, кто приходят 9 мая, нельзя их обвинить в том, что они, не знаю, ненавидят Латвию или не патриоты. Наверное, все-таки они не патриоты Латвии, потому что они выступали во время Великой Отечественной войны или Второй мировой войны на другой стране, как это ни странно, да. Мы, с одной стороны, говорим, что Великобритания, Соединенные Штаты, наши стратегические союзники, но 75 лет назад это была единая коалиция, несмотря на идеологические разногласия на разной строе Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании, и они боролись против нацистской Германии. Почему считается, что воины в форме СС, воевавшие на территории нынешней Российской Федерации, боролись за независимость, так непонятно. Вот никто на этот вопрос простой не может ответить. Почему именно так? Почему не те люди, которые… Он вам скажет, что они в душе были за независимость. В душе. Тогда что делать с такой душой? Мне кажется, что всё-таки есть желание оправдаться действительно каким-то образом, да, тех людей, которые убивали евреев, убивали русских, сжигали белорусские деревни украинские, да, воевали, продлевали каждый день блокады Ленинграда. Вот есть желание оправдаться, наконец-то, на старости лет сказать себе, да, я делал благую задачу выполнял, я боролся за независимость Латвийской республики. Ну, я тут, наверное, дополню Алексея по поводу патриотизма и того, что нас рассматривают как не патриотов, условно говорить, все там вот 200 тысяч, которые, ну, чисто статистически, я думаю, что, конечно, это количество больше, те, которые дома достают фотографии, те, которые 9 мая вспоминают своих членов семьи. Я не могу сказать, что это не патриоты. К примеру, если взять мою историю, моей семьи, мы, я гражданка по праву наследования, мои дедушки и прадедушки, они воевали в Риге и в Санкт-Петербурге, и дошли до Польши. То есть, в общем-то, опять-таки, невозможно сказать то, что мы не являемся патриотами. Патриот – это тот, который любит свою родину. Ну да, но мы не любим наше правительство, которое принимает законы, я про себя говорю, я не люблю наше правительство, которое принимает законы, которое заведомо ущемляет мои права в том, где, скажем так, оно своими законами заставляет меня правильно любить свою страну. Вот я против этого, против вот такого патриотизма. Я за патриотизм тогда, когда я люблю свою семью, люблю свою страну, люблю то место, где родилась я, где родилась моя семья. И сам факт того, что те люди, которые принимают участия 9 мая, не уехали никуда отсюда, говорит о том, что мы являемся патриотами этой страны и не видим свою жизнь в другой стране. Давайте примем звонок. Успеем в первой части принять один звонок. 612-12-939 телефон прямого эфира. Напомню, что мы говорим об инициативе по демонтажу памятника освободителям. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, ораторы. А как же те, что в мобилах лежат с той стороны немцы и здесь русские. Это же душа, это ваше идолопоклонство. Ну что стоит мне прийти и там вздохнуть, посмотреть и туда пойти. Ну вы же заклинились. Ну вы подонки. Спасибо. Я не понял. Я как-то не понял, в чем вопрос и почему мы подонки, потому что опять-таки возвращаясь к тому, что к войскам НКВД, да, к 9 мая в Латвии два траурных дня, одни из них, два, посвященных репрессиям, высылкам из Латвии населения, да. Никогда ни один представитель русской общины не выступал против этих дней, да. Это я могу сказать, да. Да. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Константин. Я вам скажу, что вот мы уперлись в этот памятник, да, безусловно, его нельзя относить, но ползучий вот этот вот переворот сознания, он же намного шире. Я вам могу сказать случай из реальной практики. У меня на полке лежит под эгидой из ДНД Далгова-Сванаги памятка о легионе Вафин СС, который в прошлом году в Валмире во второй государственной гимназии, в официальной, не в частном ВУЗе, не в частной школе, раздавали на Олимпиаде по истории Латвии. Официально каждому участнику раздавался материал об АФНСС, о героических подвигах его участников и так далее, и так далее. То есть, это вот сейчас, 2018 год, понимаете, и книга, посвященная героям этого легиона, раздавалась 9-10, там, 11-классникам в офицерном помещении государственного учебного заведения. То есть, памятник, это только частный случай. Дальше, запрещено 9 мая организованно посещать мемориал в Валмире ученикам с учителями, только частным порядком. То есть, учитель не может организовать культпоход с рассказом о том, как сражались и защищали Валмиро солдаты Красной Армии. Это запрещено. Не то, что они не приветствуются, а это прямо запрещено. То есть, памятник воинам-освободителям в Парке Победы, это только маленькая капелька частного случая. Спасибо большое. Ну, маленькая, не маленькая, но с учетом того, что приходят сотни тысяч людей за день проходят, с самого утра, и, кстати, восьмого числа тоже многие приходят. Поэтому я бы просто этой капелькой не назвал. Ну, я бы не назвала бы это капелькой, потому что капелькой можно считать все, как я уже говорила, да, начиная о законе о нелояльности, заканчивая тем, что в списках открытых таких официальных врагов Латвии и прокремлевских агентов считаются организаторы празднования 9 мая и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле это не капелька, это большая часть, скажем так, большая составная часть огромнейшего айсберга, которая, в общем-то, называется вытеснение тех иномыслящих тец и ты вот этих вот остальных из пространства и территориального Латвии и некого идеологического. Поэтому тут момент такой, что да, это все часть одного целого, просто что-то всегда более ярко выражено в виде законов, а что-то мы просто не рассказываем, потому что я знаю, что мои коллеги-педагоги, они периодически в канун 9 мая и в детских садиках и в школах в кабинетах у директора подписывают бумажки о том, что я не буду участвовать в бессмертном полке и не пойду 9 мая, что именно почему-то по какой-то странной и счастливой случайности именно 9 числа вдруг приходят разные комиссии в школы, дабы не увидеть там никакой красной гвоздички либо, не дай бог, георгиевской ленточки, либо, не дай бог, еще какого-нибудь обсуждения во время классного часа. То есть, таким образом, да, это очень-очень-очень-очень-очень много капель, которые собираются в огромнейший айсберг, и мне до сих пор непонятно, почему те петиции, которые, и те инициативы, которые организуются против вот этого огромного айсберга, почему они не заполняются и не подхватываются обществом просто в считанные секунды, а приходится каждого своего же, вроде как, соседа по духу и разуму, убеждать в том, что это действие конкретно против тебя. Ну, приемлемо с ненадолго, новости рекламы, я верю, что много звонков, будем их принимать, не переключайтесь. Продолжаем работу в прямом эфире. Алексей Шарипов, Марганита Драгева, организаторы «Бессмертного полка» 6212939, реформа прямого эфира. Пока ждем звонок, все-таки перейдем к той теме, которая для вас близка, это «Бессмертный полк». Несмотря на все инициативы о демонтаже памятника, я надеюсь, что и на сей раз ничего не удастся, акция 9 мая, видимо, состоится и подготовка, наверное, ведется заблаговременно. На каком вы этапе сейчас находитесь? Да, акция состоится. В любую погоду, что называется? В любую погоду, традиционно, 9 мая, она в этом году пройдет уже в пятый раз. На какой стадии? На стадии, что заявка подана, маршрут заявлен такой же самый, как и в прошлом году. Напоминаю, что в прошлом году мы поменяли маршрут, потому что нас уже было так много, что по старому маршруту мы уже не вмещались. И в этом году мы будем собираться 9 числа в 3 часа на углу бульвара Грина и Ранти-Дамбис. Там большая зеленая площадка в парке. Традиционно, что стало традицией с прошлого года, с 3 до 4 часов будет проходить праздничный концерт, подготовка к шествию, строение колонны, где люди смогут познакомиться, переговорить, потому что, как пишется обычно в Фейсбуке и в отзывах, что люди, некоторые встречаются только 9 числа, 9 мая. Более того, некоторые даже начинают узнавать на фотографиях своих знакомых и даже родственников. Поэтому у нас, конечно, как всегда, ведется запись в книгу памяти уже. И она ведется круглый год. Но, в общем-то, апрель, как правило, является таким массовым в этом вопросе, в этом месте. Поэтому записать историю своего героя можно на сайте полк.лв. Также это будет основная информационная площадка, где мы будем оповещать и извещать о ходе подготовки к акции. Поэтому все случится традиционно. 9 числа в 3 часа дня это рабочий день. По-моему, в этом году это четверг, если мне память. Да, это рабочий день. Но, несмотря на то, что рабочий день, мы ждем всех. И из года в год количество людей показывает то, что рабочий день тоже не помеха для памяти и, скажем так, праздника со слезами на глазах. Что касается книги памяти, я так понимаю, она довольно быстро заполняется, да? Ну, сейчас уже около двух тысяч историй, и мы в этом году, как всегда, будем готовить книжечку «Это их победа и наша память» с фрагментами ваших воспоминаний о своих героях, о своих семьях. Вот, поэтому мы просим, когда вы заполняете книгу памяти, не концентрироваться только на формальных данных, это годы жизни, номер батальона, место сражения, а больше уделить внимание непосредственному воспоминанию о вашем родственнике, потому что это то, что не сохранится в архивах, это то, что есть только в памяти ваших семей, то, что рассказывали вам дедушки, прадедушки, поэтому при заполнении там простого поля о герое просим указать именно ваши воспоминания, что он рассказывал о войне, потому что это самое ценное. Я так понимаю, что многие, наверное, с ужасом и сожалению обнаружили, что вот когда при жизни не очень время было, чтобы спрашивать, чтобы записывать, а ведь это было важно, наверное, только потом с возрастом многие осознают, что вот они упустили этот момент. Конечно, потому что личная память она важна, но есть все-таки возможность как-то вот открыть эту завесу тайны, потому что если вы зайдете на подвиг народа, это российский сайт очень большой, то там сохранились буквально полковые донесения о награждении, батальонные и прочие сборных соединения, и вы читаете, что произошло с конкретным человеком, за что он получил награду, медаль, и за этим стоит история, и история, вы понимаете, с трудом, как вообще, я до сих пор не могу понять, как удалось вообще победить в этой войне. С учетом того, что дошли до Москвы, и потом, и против вас сражались, мы не забываем, опять сражалась вся Европа против Советского Союза, фактически, все страны, это мощнейшая экономика была, Германия, и Советский Союз потерял огромное количество и промышленности, и населения, и территории, и тем не менее. Чем ценнее, наверное, этот подвиг, да? Конечно, и поэтому о том, что Маргарита говорит, вот эти личные воспоминания, они очень важны. Мы не забываем, что должны помнить, что это были достаточно молодые люди. Да, ну вот, может быть, есть такой стереотип или бытует мнение, что вот все, что связано с памятью о войне, или даже участие в беспилетном полку, это в основном уже этим занимаются люди, ну, понятно, что не сами ветераны, им уже глубоко за 90, ну, вот тем, их дети, которым он тут тоже за 50, за 60, а молодежь это не очень интересует. Как на самом деле? На самом деле, с каждым годом полк молодеет, и это радует. То есть, мы видим, уже, наверное, правнуки получается, те, кто сражался в Великой Отечественной войне, и они со слезами на глазах. Все это продолжается. То есть, та ниточка или тот огонь памяти, вечный огонь, который был зажжен, он горит у нас. Но при этом по материалам книги памяти тоже можно отследить, кто когда заполнял, потому что, когда мы только начали инициативу по нашей книге памяти, там было видно, что заполняло, скажем, первое поколение, то есть, дети ветеранов, там, правда, больше историй, как правило, это были семейные, какие-то просто фантастические истории, как любовь сохранилась, как люди нашлись через 20 лет, и так далее, и так далее. То есть, там, правда, там потрясающие истории и воспоминания. На второй, на третьи года уже было видно, что заполняют внуки, и строки уже более сухие, уже больше, скажем, формальной информации, которой, благодаря вот оцифрованным архивам, они смогли найти о своих воинах. А дальше, когда уже правнуки заполняют, то там, правда, просто там, по принципу, одна простая строчка, они сражались за Родину, или мой дедушка пропал без вести. Вот. Поэтому, в этом смысле, полк, с одной стороны, молодеи, да, но с другой стороны, мы начинаем с каждым днем все больше терять вот подлинную историю семей, подлинную историю героя каждого, тот, который не награжден, но жизнью которого была, скажем, ускорена победа, была приближена это 9 мая, день победы. Да. Вот у нас есть звонки, будем их принимать. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Я бы не стал сносить памятник, я бы снос слово освободителем, и мне поставил памятник павшим. Спасибо. Павшим. Да, но видите, здесь, насколько я понимаю, наверное, больше вопрос к историкам, но, насколько я понимаю, все-таки, это действительно памятник победителям, потому что он не установлен на месте захоронений, да? Официальное название памятником освободителям города Риги и на тот момент советской Латвии, да? Но, тем не менее, мы считаем, что Ригу все-таки и Латвию освободили от немецко-фашистских войск. Это из истории, это не выкинуть. Никоим образом. И я знаю, что есть организация «Мемориал», которая сейчас обсуждает инициативу для того, чтобы памятник мог бы находиться под защитой международных норм, соглашений, сделать на нем памятную табличку тех, кто освободил Ригу от фашизма, то есть освободителей Риги, и тогда он перестанет быть просто памятником, монументом, который находится на территории данного самоуправления, а станет местом памяти, к которому уже можно будет относить международные соглашения о сохранении памяти. Но это, отдельная история, это надо будет говорить отдельно с инициаторами, это организация «Мемориал», не буду забирать у них, как говорится, эфирное время, но это один из способов сохранения памяти, сохранения памятника именно как место памяти. Да, еще один звонок, наверное, примем. Добрый вечер, слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер, Олег. Я хочу маленькую справочку дать по поводу памятника. Дело заключается в том, что когда этот памятник строился, то Латвия, вся Латвия, работала минимум один день именно на этот памятник. Это памятник, да, и те люди, которые собираются снести этот памятник, лично мне вообще должны будут деньги, так что пускай учтут хотя бы и эту, так сказать, составляющие. Понятно, да. Пожалуйста. Спасибо большое. А вот, я не знаю, это, конечно, вопрос такой философский, а есть ощущение, что люди будут его защищать от памятника или нет? Потому что мне такое, мне кажется, что те, кто вот так предлагает с легкой руки, а, снесем, взорвем, демонтируем, они, видимо, действительно уверены, что, как обычно, будут какие-то диванные комментаторы, которые будут сидеть дома и сокрушаться, а никто на защиту памятника не выйдет. Я думаю, что не думаю, а я уверен, будут защищать. Мы видим по 25 марта было объявлено о сборе подписей на Аман Абал Салвэ. Получается, за три дня количество, вчера сайт вообще обрушился, 7 тысяч человек было, уже подписалось. То есть, мы видим по динамике, это те люди, которые потом, мы не забываем, что бессмертный пол в прошлом году это 15 тысяч человек. Да? Памятнику приходит 150-200 тысяч человек. А вы начинали, по-моему, было полторы тысячи. Полторы тысячи, да, вот я хочу сказать, 10 раз, да. Опять же, да, это не рабочий день. И мы понимаем, в каких условиях происходит празднование 9 мая. Это неофициальный праздник в нашей стране. Наоборот, люди зачастую подвергаются репрессиям на работе, в местах учебы, именно потому, что они приходят почтить памяти павших и памяти освободителей Латвии в Великой Отечественной войне. Я, наверное, добавлю немножко ложку дегтя в это. Я, на самом-то деле, я сейчас честно не знаю, будут ли защищать или нет, потому что тут, наверное, надо тоже так пощупать, а где же та наша красная линия. Если для большинства это и является красной линией, за которую уже заходить нельзя, тогда, конечно, народ встанет и будет защищать. Но очень хочется верить в то, что до этого не дойдет, потому что когда мы делали первую петицию в защиту памятника, точнее, против того, что оно было внесено в пункт предвыборной кампании национального объединения, мы не зря говорили о том, что это может грозить разжиганием национальной розни. Поэтому эта петиция также была отправлена в НАТО, поскольку НАТО нас защищает, и они должны знать, что здесь происходят вот такие действия, которые могут создать ситуацию национальной розни. Поэтому мне кажется, что если сейчас, не дай бог, дело дойдет до реального обсуждения о сносе памятнику и принятии решения, потому что сейчас законопроект прошел только комиссию, но еще будет чтение в Сейме, давайте я понадеюсь на какой-то разум тех людей, которые сидят в Сейме, на какую-то их профессиональную ответственность, что если это пройдет и будет принято решение, то, если честно, возможны какие-то неприятные, наверное, ситуации и у нас в стране тоже. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Если бы сейчас после победы были в общей, так поняли, памятник Павшим, до сих пор бы было памятник Павшим. Вот везде, в стране сейчас, каждый день в ЕСМ, в Европе на юге, на земном шаре, перед цивилизацией стоит памятник Павшим на века. Спасибо. Спасибо большое. Нет, ну, я понимаю позицию радиослушателя, но поймите и позицию наших гостей, так исторический памятник назывался, он был именно поставлен память о победителях, об освободителях. Ну, конечно, я не знаю, настолько нам какие-то вот абсурдные вещи предлагают, что зачастую даже трудно что-то говорить об этом, но смотрите, все-таки это а, освобождение, потому что то, что творилось, то, что происходило в те годы, 41-й, 45-й, а для всей Европы это 39-й, 45-й, иначе как уничтожением населения, не назовешь. Это не была какая-то открытая война в рыцарские турниры и прочее, прочее, уничтожали. Уничтожали только война на поле боя, это ведь была война против гражданского населения. Ну, конечно, мы что, забыли о Холокосте, уничтожено практически все население Эстонии еврейское, Латвии, Литвы, мы забыли, чему подвергалось русское, украинское, белорусское население. В Польше что происходило? Это геноцид народа. И говорить только о павших, а кто тогда освободил вообще? Кто победил? Почему мы боимся этого слова? Ну да, не было бы так, что вот гитлеровская армия сами сказали, ну ладно, хватит уже, оделись и пошли. собрали оружие, а, все, мы не воюем. Время закончилось, да, да, поэтому давайте не будем тут тоже лукавить. Добрый вечер, слушаем вас. Пожалуйста. Добрый вечер. Да. Ну, извините, я не вытерпел, просто послушал комментарии, конечно, у каждого есть определенная своя правда, но боюсь, дело обстоит значительно хуже. И, полагаю, есть основания для такого заключения. Невыгодно будет этот снос памятника обеспечить ни одной, ни другой стороне, потому что извечный принцип, к сожалению, работает и сегодня для обоих, для любой, для разных сторон. Разделяй и властвуй. И это один из инструментов вот этого принципа. К сожалению, это так. Спасибо. Ну, вообще, кажется, вот подводя итоги нашего сегодняшнего разговора. Вообще, это печально, что в 21 веке, казалось бы, столько проблем перед страной. Чем занимаются отдельные политики? Думают, как бы снести памятник, как бы к нему ни относились. Я так понимаю, что даже архитекторы, политически непредвзятые, говорят о том, что он определенную, даже с этой точки зрения, архитектурную ценность представил. Даже если мы не будем говорить о 9 мая, даже с этой точки зрения, вообще, в цивилизованной Европе 66 взорвать какие-то памятники, но это какое-то варварство, даже если вот мы так посмотрим на этот вопрос, не так ли? То есть, ну да, мы видели, что в Афганистане ИГИЛ взрывал памятники. То есть, мы возвращаемся в варварство в Средневековье определенно, но, к сожалению, в нашей стране это работает. Мы видим, что национальное объединение, благодаря своей национальной политике или о том, о чем говорят, она все время сейчас находится у власти. И это помогает… это востребовано? Конечно, конечно. Мы не можем говорить, что пришли какие-то политики, и они не в интересах народа пытаются проводить какую-то политику, за них голосуют люди. И, к сожалению, что самое страшное для меня, это то, что наше общество, одна его часть, все время пытается извратить вот эти вот наши отношения 9 мая. Оно не понимает просто нас, почему мы туда приходим. Оно видит в этом кремлевскую пропаганду, кто-то видит просто алкоголиков, или поклонение Сталину какому-то и так далее. Оно не видит в том, что для нас это действительно праздник, праздник освобождения. Я думаю, что я хочу добавить, тут момент еще такой, что у нас просто разные ценности. Вот, как говорится, о ценностях не спорят, и это тогда, когда вот есть что-то дорогое, что ты просто не можешь объяснить, почему, но ты, думая об этом, у тебя слезы наворачиваются на глазах. И мне кажется, что в нашей ситуации сегодня мы просто находимся на столь разных полярных точках в вопросах общих ценностей, точек соприкосновения нет, но мы, русские, скажем, постоянно пытаемся понять и простить, а вторая сторона действует со стороны, скажем, злости и вот этого рыцаря Кацу, да, черного, черного рыцаря, рыцаря, да, зла и злости. Поэтому момент такой, что я не знаю, сможем ли мы здесь договориться или нет, и можем ли мы говорить о том, что кому-то это выгодно или не выгодно, я как внучка блокадницы, как один из организаторов акции «Бессмертный полк» занимаюсь этим не потому, что это выгодно или не выгодно, это не выгодно, вот, я занимаюсь этим, потому что это моя ценность. И если я не боюсь об этом говорить, то часть людей просто боятся, они не выйдут, они не будут говорить в эфире о том, что да, это для меня является ценность, но они придут 9 мая к памятнику. Поэтому памятник для нас это место сбора тех, с кем у нас общие ценности. И поэтому это очень важный, вот такой ключевой ценностный момент. Да, и я так понимаю, что акция «Бессмертный полк» как раз традиционно и заканчивается у памятника. У памятника возложением цветов и выпуском в небо журавликов, которые выпускают дети, белых шариков с привязанным к ним журавликами в знак благодарности и памяти о победе, о тех людях, которые положили жизни и здоровье для того, чтобы победить гитлеровскую Германию. Фашизм победить не удалось, а гитлеровскую Германию все-таки удалось. Удалось. Алексей Шарипов, Маргарита Драгева у нас была в студии. Большое спасибо. Всего доброго. Спасибо, до свидания.